МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семь министров изгнаны, идут переговоры о будущей коалиции. Развернулась борьба за руку и сердце, вернее, за 12 голосов партии Отечества, которая себя чувствует разборчивой невестой. Но не исключено, что жителей куда больше этих дрязг волнует война в Украине, инфляция, побившая европейские рекорды, цены на энергию. Не позабудут ли за политическими интригами рвущиеся к власти о нерешенных внутренних проблемах, о которых напомнил Михаил Владиславлев. Уточненные экономические данные поступают с определенным опозданием. Сейчас можно заниматься корректным анализом первого квартала этого года, но понятно, что всех больше волнует будущее. Уверенно можно сказать, что рост ВВП за первые три месяца года на 4,3%, причем за вычетом инфляции, остался в прошлом. Для экономики будущего страны важно то, что этот прирост в многом обеспечил и Т-сектор. Именно он в последнюю декаду является мотором роста, и значение его с каждым годом растет. На него не влияют высокие цены на сырье и проблемы поставок. Если решить ситуацию с нехваткой рабочей силы, он может стать крупнейшей отраслью эстонской экономики. Депутат в статистике обнародовал данные об инфляции в мае, которая за месяц подросла почти на 2%, а за год на целых 20%. До сих пор, глядя на имеющиеся данные, у нас как будто нет причин для беспокойства. Несмотря на инфляцию в 20% розничной торговли, мы наблюдаем двузначный рост, причем в реальных объемах, а не в деньгах. Инфляция, как и экономические проблемы, кажутся невидимыми. Несмотря на все, что происходит вокруг, люди и предприятия считают, что все хорошо. Миккельнестр метко назвал спад невидимым. Средняя зарплата тоже растет, но не так быстро. За время коронакризиса у населения накопили сбережения, но скоро начнут таять и они. Так уже происходит в Литве. Также переживающий неоправданный потребительский бум. И Банк Эстонии, и Минфин говорят о том, что лето не принесло сезонного облегчения. Мы тратим меньше денег на отопление и освещение, но энергоносители не дешевеют, а значит, не дешевеют и товары. В небогатых странах траты на жилье составляют значительную часть потребительской корзины. В Эстонии они дают 40% инфляции. За год электричество подорожало на 146%, а сетевой газ – на 213%. Люди все же слышат, что цены на энергоносители осенью останутся высокими и как-то к этому готовятся. Но настоящая коррекция начнется, когда осенью придут первые счета за отопление. Если на отопление электричество начнут уходить сотни евро, то это должно отразиться и на остальном потреблении. Из еды за год в Эстонии более всего подорожали картофель на 125%, свежая рыба на 77%, мука и крупы на 43%. Можно сказать, что существенно подорожали все главные продукты. Но при этом потребление растет. На настоящий момент продажи во втором квартале увеличились в постоянных ценах на 12%, а общий оборот – почти на 30%. Неудивительно, что сегодня парламент обсудил инфляцию в качестве вопроса государственной важности и заслушал мнение экспертов о причинах столь высокого роста цен и возможностях государства влиять на этот процесс. Однако правительство, которым теперь руководит одна партия, осталось без семи министров. Официальные коалиционные переговоры даже не начинались. Некоторые министры позанимали сразу два поста. И это все при том, что многим экспертам кажется очевидным, что вскоре во главу угла придется поставить внутренние экономические проблемы. Михаил Владиславов, Март Эйнла, Новости Таллина. С началом летнего сезона количество предложенных рабочих мест всегда увеличивается в сфере туризма, строительства, торговли, сельского хозяйства. Сейчас еще трудно сказать, будет ли это сезонная или постоянная работа. Хорошо, когда работодатели честно говорят, что это место открывается только на лето. Но нередко временная работа перерастает и в постоянную. В любом случае Сергей Овченков узнал впечатляющие данные о том, что сейчас есть 8 тысяч или даже больше вакантных рабочих мест. Сложное экономическое время диктует также и сложные экономические условия, при которых риск остаться без рабочего места возрастает. К сожалению, такая угроза в свете мировых событий постепенно нависает и над Эстонией. И хотя, согласно данным департамента, статистики количество безработных за первый квартал снизилось на 9 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, все равно число безработных составляло около 45 тысяч. И согласитесь, цифра немаленькая. Но хотя при этом, по данным Кассы по безработице на рынке труда, сейчас насчитывается примерно 8 тысяч вакансий, все равно соискателей работы больше, чем рабочих мест. Стоит отметить, что 8 тысяч – это число зарегистрированных безработных. Общее число безработных, по данным департамента статистики, превышает отметку в 13 тысяч. И учитывая рекордную инфляцию и военный конфликт на территории Украины, специалисты не берутся сейчас делать какие-либо радужные прогнозы, но, похоже, работодатели пока могут жестче диктовать условия. С точки зрения работодателей, конечно, благоприятная ситуация, потому что это и показывает увеличение предложения о работе, потому что работодатели видят, что безработица немножко выросла, то есть клиентов у нас стало больше и за счет новых людей из Эстонии, и за счет приезжих беженцев, которые готовы пойти на работу. Поэтому вот этот рост так поднялся, что работодатели видят, что могут сейчас и выбирать, и найти себе работников. При этом нужно учитывать один немаловажный факт. К весенне-летнему периоду всегда появляются дополнительные сезонные рабочие места, которые также выставлены на портале Касса по безработице. А сезонная работа подразумевает под собой срок ее начала и срок ее окончания. Конечно, постоянной сферы, в которых требуются определенные специалисты, тоже имеются. Вот только хочется спросить, как много таких действительно востребованных специалистов у нас в стране? Конечно, на слуху и логопеды, и учителя, и медицинские работники, и программисты. Это та рабочая сила, которая требуется в Эстонии. Но если смотреть по предложениям о работе, то больше всего предложение – это в сектор торговли и обслуживания, в производственный сектор очень много ищется работников, но также руководители среднего звена. То есть на самом деле выбор предложения о работе достаточно широк. Согласно прогнозам, в 2027 году количество работников останется в общих чертах таким же, как и в 2019. Увеличится количество рабочих мест специалистов, выполняющих более сложные работы, и все труднее будут поиски неквалифицированных рабочих мест для людей, выполняющих рутинные задания. И на заметку школьникам, выбирающим жизненный путь. В будущем понадобятся инициативные, в том числе инженерные работники, которые умеют внедрять новые технологии в различных сферах деятельности, развивать их, обслуживать и управлять современным оборудованием и системами. Правда, есть одно но. Данное исследование проводилось до начала событий, которые происходят сейчас в мире. Поэтому трудно сказать, насколько точным будет этот прогноз по истечении нескольких лет. Ведь, как известно, мир, как и рынок труда, меняется стремительно. Сергей Овченков, Март Эйнло, новости Таллина. На фоне жарких политических страстей есть и те, кого больше волнует жара реальная. Хотя мы все радуемся наступившему лету, у спасателей наступает горячая пора. Даже эта холодная весна выдалась богатой на пожары. И приходилось бороться с ними почти каждый день. Но еще большее опасение у спасателей вызывает лето, которое только началось. По прогнозам, оно может быть богатым на пожары. Спасательный департамент напоминает нам об обязательном списке мер по предотвращению возгораний. С этими советами ознакомился Илья Бань. Этой весной в результате неосторожного разведения огня или сжигания мусора возникло более 150 пожаров. Поскольку в связи с началом лета и приближением Иванова дня пик сезона пожаров еще впереди, звучат обоснованные призывы к осторожности. Метеорологи прогнозируют, что в середине и в конце месяца ожидаются короткие теплые периоды, когда дневная температура поднимется до 25 градусов. Сухая и жаркая погода и некоторые другие факторы могут привести к печальным последствиям. Большинство людей начинает выбираться все чаще из дома, проводить пикники, проводить больше времени на природе вместе с семьей. И тем самым, допустим, разжигают костры в неправильных местах, оставляют их без присмотра, бросают окурки, от чего загорается у нас трава, либо леса. Самый напряженный период ждет спасателей в районе празднования Дня Победы Иванова дня. Если в прошлом году в Центр тревоги поступало в среднем 2800 звонков в день, то в канун Иванова дня их было более 4500, то есть вдвое больше. Нас ждет первое за последние годы лета, когда ограничения полностью сняты, поэтому есть все основания думать, что впереди пожароопасный сезон и вызовов станет еще больше. Не только к незначительным последствиям могут привести возгорания, которые, к тому же, спасатели оперативно ликвидируют. К примеру, в прошлом году имел место случай, когда небрежное разведение огня привело к крупному пожару, в результате чего 80% здания, включая внутренние помещения, было уничтожено. Это огромный финансовый ущерб. Одно глупое или необдуманное движение может за короткое время уничтожить несколько гектаров ландшафта. Советую всем родителям поговорить со своими детьми и напомнить правила безопасного поведения на природе. Взрослым, тем, кто особенно курит, следите за тем, куда вы выбрасываете окурки, потому что каждая искра может очень много беды совершить. Следите за картой пожароопасности. Если ваш регион окрашен в красный цвет, то есть риск возгорания очень высок, не следует разводить открытый огонь. В компании следует назначить одного человека, который будет отвечать за безопасность костра. Эта мера тоже дает свои плоды. И не забывайте, что разведение огня в общественном месте должно быть согласовано с местным самоуправлением. Илья Бань, Сергей Овченков, Мартейнло, Новости Таллина. Центр крови ждет доноров в Таллине по адресу улица Эдела 2. Ждет тех, кто желает помочь людям и безвозмездно сдать кровь. За долгие годы, что центр находился там, тысячи людей привыкли к этому адресу. Но сейчас донорам и тем, кто еще только хочет примкнуть к их числу, нужно временно запомнить другой, очень простой адрес. Бульвар Эстония, дом 1. В старом здании на Эдела начинается капитальная реконструкция. А город нашел для центра новое, удобно расположенное и прекрасно оборудованное помещение, где очень ждут неравнодушных людей, готовых прийти на помощь близким. Новый центр сдачи крови на Эстония Пуста был открыт взамен закрывшегося на реконструкцию донорского пункта, который был расположен по адресу Эдела 2. К сожалению, Эстония не может похвастаться достаточным количеством доноров. У нас в стране их меньше 4% от общего числа жителей Эстонии. А если говорить точнее, то учитывая, что население Эстонии примерно миллион 300 тысяч человек, то этот показатель составляет только 2,8%. А в летний период потребность донорской крови вырастает в разы. Многие, если выезжают за город, что в городе, может быть, и меньше остаются наших доноров, и поэтому мы обращаемся к донорам, те, у кого есть возможность, есть время посетить и сдать кровь. Также скоро праздники, я не пяев, да, как мы знаем, ну, к сожалению, случаются аварии на дорогах. И именно в этот период нуждаемость в донорской крови увеличивается. И не исключено, что из-за удобного месторасположения новый донорский центр поможет увеличить число людей, желающих сдать кровь. Современный мир требует от людей очень много деятельности, и мы действительно заняты. Поэтому в центре города действительно разумно, чтобы был бы такой центр. Несмотря на то, что сейчас это временное решение, в будущем центр крови мог бы постоянно находиться там, где людям наиболее удобно до него добираться. Центр крови также сотрудничает с предприятиями Европарк и Угистейносед, которые представят донорам возможность бесплатно парковаться в близлежащих парковочных зданиях и на парковках. Дополнительная информация о бесплатной парковке на домашней странице центра крови www.verikeskus.ee От одного переливания крови в среднем может зависеть три жизни. Проблема заключается в том, что постоянные доноры стареют, как и население Эстонии. Количество молодых доноров сократилось в два раза. Так может быть стоит все-таки найти свободный час и посетить это здание по адресу Эстония, поезд 1. Сергей Вченков, Мартейнло, Новости Таллина. В самом деле, людей, готовых прийти на помощь, у нас много. Но иногда из наилучших побуждений мы можем, сами того не желая, нанести вред, например, братьям нашим меньшим. Я уже не говорю о безобразном случае, когда птицы в зоопарке бросили монету, из-за чего в Таллинском зоопарке, несмотря на усилия ветеринаров, умерла самка абиссинского рогатого ворона. Но иногда даже кормление диких птиц и животных может оказаться для них смертельно опасным, о чем мы и поговорим с нашим гостем, зоологом и писателем Алексеем Туровским. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем со случая, о котором мы уже говорили сейчас. Вот как вы думаете, что двигало человеком, который бросил эту монету? Подавляющее большинство наших посетителей очень порядочные, добрые, славные, а главное разумные люди. Но человеческой глупости предела нет. И Ничтейн прав. Про Вселенную он не был уверен. А вот глупости человеческой нет предела. И просто вот что-то, так сказать, животному передать, что-то туда бросить, как-то спровоцировать животное. Ну хотя бы на какую-то форму поведения оно подняло, сиело, но вот занятное и такое приятное чувство, я его покормил. А может быть и наоборот. Люди, есть люди, к нам приходят люди. Ну не каждый день, слава Богу, насколько нам известно. Но приходят, которые ядовитые, опасные, острые, ржавые, металлические, самые разные предметы бросают животным очевидно просто. Вот так вот. Но есть возможность оказать какое-то крайне мощное воздействие. Но нет глупее существа, чем существо, применяющее силу, только потому что сила есть. Это определение абсолютного дурака. Но, видите ли, это ему препятствовать. Ну стекла. Алексей, понимаю ваше возмущение, но тем не менее... Спасибо. Ну это ужасно. Прекрасная птица, чудесная, рогатый ворон, самочка. Наш Джек остался вдовцом. Скажите, а есть вообще в зоопарке дни, когда, или может быть какие-то определенные акции, когда посетители могут прийти и покормить животных? Коллекционных животных, конечно, нет. Животных можно кормить в детском зоопарке, под надзором людей, сведущих. Но ни один нормальный пастух не позволит вам идти в овечье стадо и кормить их булкой. Если пастух хоть чего-то стоит, этого нельзя делать. Тем не менее, например, в Хаберсте было замечено, что лиса выходит с лисятами, люди пооткармливают ее. Вот что в этом случае нужно знать и что можно делать, а что нельзя вообще? Стоит ли обращать внимание на таких животных? В этом случае, как и во всех подобных случаях, следует знать, что этого делать нельзя. Лиса в городе, когда ее в городе Хаберсте, Мустама, Остангу, где угодно, когда ее там начнут подкармливать, лисы очень предприимчивые, очень быстро соображающие животные, а тем более, если это лиса с лисятами, она очень быстро сделает выводы. Здесь сервировка, здесь кормят. Можно не беспокоиться, не пытаться ловить мышей, а тут кормят, и кормят богатой едой. Это экологическая ловушка для животного. Что категорически нельзя делать? Кормить нельзя, брать в руки тем более нельзя. Ни в коем случае контакта никакого. Можно только наблюдать. Сейчас, в летний период, многие будут гулять вдоль моря, опять же, в парке Кадрёрк, и там много различных птиц, в том числе лебеди, о которых мы тоже неоднократно говорили, увы, с печальной стороны. Вы знаете, я же много раз призывал людей очень вежливо, я старался всегда вежливо, с добром в голосе и в душе пытался людей урезонить. И очень часто мне отвечают, а мы всегда кормили и ничего. Вот тут мое добродушие обычно задавало и отвечал, вот именно что ничего, вы ничего не знаете о том, что вы делаете этому животному. Кормят люди ежа, коровьим молоком, смертельный яд для микрофлоры насекомоядных, и не только насекомоядных, самых разных млекопитающих. Следующая жертва вашего, я не сомневаюсь, добродушия, вашего хорошего отношения к животному, ну и, конечно, к себе тоже. Ну, поимейте в виду, то, что одному пирог, другому яд. Очень верные слова. Спасибо, успехом. Всего доброго. Людям нравится кормить животных из-за потребности людей, чаще встречаться с природой, помогать слабым. Но давайте все же мириться с тем, что дикие животные могут справляться сами и не нуждаются в помощи человека. И уж тем более нельзя кормить зверей в зоопарке. Чувство прекрасное, но согласимся с нашим гостем Алексеем Туровским, что людям неразумно вмешиваться в привычную для животных жизнь. А поближе знакомиться и изучать их можно в зоопарке, куда нас сегодня приглашает Лина Туровская. Если вы зайдете в зоопарк с главного входа со стороны Палдийского шоссе, то вас встретит черный железобетонный мамонт. В скульптуре очень подходит ее название «Невидимый». Она скорее похожа на тень вымершего гиганта. Однако маленьких посетителей зоопарка чудо-мамонт сразу привлек как оригинальное место для игр и лазанья. Фигура мамонта хорошо просматривается со всех сторон. Она состоит из трех частей, которые были соединены между собой уже на месте в зоопарке. Ученые говорят, что настоящий мамонт весили около 15 тонн, зоопарковский мамонт – 9, так что он больше похож на мамонтенка. Там внутри все железо, это как железобетонная скульптура. Но материал это точно очень мощный, как можно сказать. Конечно, важна идея, чтобы так много этих животных потеряется каждый год, каждый день даже, я думаю, и начинать думать про это. Когда нам дали эту тему «Вымершие животные», я посмотрела на щель между камнями, и ко мне пришла мысль, почему скульптура должна быть жесткой, целостной, а не просто изображением. В этой скульптуре внутри есть пустое пространство. К тому же бетон позволяет сделать такую конструкцию. По замыслу скульптора, когда человек попадает внутрь мамонта, он может подумать о тех временах, когда эти животные ходили по земле, и почему их нет сейчас. Здесь, когда люди идут или уйдут в зоопарк, вот этот знак, в общем-то, очень людям нравится, чтобы сфотографировать. И было бы интересно, чтобы был еще другой символ, где можно было бы снимать себя в зоопарке. По словам Тита Марина, сотрудники зоопарка всегда думали, что посетителям больше всего нравится скульптура рыси. Но оказалось, что все хотят фотографироваться именно на фоне знака зоо. Может быть, со временем скульптура мамонта станет любимым символом зоопарка. Невидимый мамонт должен привлечь и тех, кто любит поразмышлять над проблемами экологии, и для тех, кто просто хочет от души повеселиться и даже устроить внутри скульптуры небольшой пикничок. Ленитровская Петр Илливайн, новости Таллина. Тренажерных спортивных залов под открытым небом в столице немало. И эти площадки пользуются немалой популярностью. Но этим летом в городе можно будет не только заниматься на уличных тренажерах, но и собраться с друзьями и устроить футбольный или баскетбольный матч. Подбирать команду можно уже начинать, ведь начиная со следующей недели в Таллине для горожан будут открыты 14 школьных стадионов и 4 спортивные площадки. Пробежать дистанцию в парке, прокатиться на велосипеде или устроить себе силовую тренировку на уличных тренажерах наши жители могут практически в каждом районе города. Но, как говорится, хорошего много не бывает. Более того, теперь во всех частях города будет больше возможностей устроить футбольные баталии или баскетбольный матч с друзьями. Начиная со следующего понедельника в Таллине будут бесплатно открыты для горожан 14 школьных стадионов и 4 спортивные площадки. Стоит отметить, что в прошлом году город уже запускал пробный проект открытия школьных стадионов для горожан на летний период. И это было воспринято многими нашими жителями, что называется, на ура. Я думаю, что это очень важно, потому что горожане неоднократно сообщали нам о своем пожелании, чтобы была открыта та или иная площадка летом, так как многие остаются в городе, многие не уезжают из Таллина и хотят при этом заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Естественно, наша задача такие возможности обеспечить. Посмотреть, какой школьный стадион ближе к вашему дому, можно на сайте Таллина. Там есть список всех спортивных площадок и стадионов, которые будут доступны для горожан этим летом. Однако, собирая команду для футбольного матча, стоит напомнить друзьям о соблюдении элементарных правил, установленных на стадионах. Мне хочется, конечно же, ко всем обратиться с призывом соблюдать чистоту, соблюдать порядок, использовать спортивные площадки и стадионы по назначению, то есть для занятия спортом, чтобы люди, которые туда приходят, все-таки понимали, что это в наших общих интересах, что это для них же делается и, естественно, в их же интересах соблюдать чистоту, соблюдать порядок, и чтобы мы могли продолжать эту программу, расширять ее с каждым годом. Конечно, занятие спортом на стадионах в летний период подразумевает наличие собственного спортивного инвентаря. Но, как отметил вице-мэр, в случае необходимости можно попробовать договориться со школой, рядом с которой находится стадион, и попросить, например, футбольный или баскетбольный мяч для игры. Стадионы будут открыты для всех желающих с 13 июня по 28 августа, ежедневно с 8 утра до 9 вечера, за исключением государственных праздников или в случае, если они забронированы для проведения организованных тренировок. Вадим Малышкин, Петер Юлевайн, новости Таллина. Когда работаешь, пишешь тексты к передаче, иногда, как говорится, голову некогда поднять. Зато, когда выдается свободная минута, так приятно посмотреть в окно, где вовсю уже радует нас лето. Стоит ли поднимать голову, чтобы полюбоваться солнечной и теплой погодой в ближайшие дни? Узнаем из прогноза погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер в пятницу переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 3-7 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 13 градусов тепла. В четверг днем погода с переменной облачностью, возможны дожди, ветер западных направлений 4-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 21 градус. В пятницу ночью небольшая облачность без осадков, ветер преимущественно западных направлений от 2 до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Днем в пятницу переменная облачность без осадков, ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Наш рассказ о сегодняшнем дне подходит к завершению, но события в столице продолжают развиваться. И завтра мы проследим за их ходом, чтобы вечером обо всем рассказать в программе «Новости Таллина». А я, Вадим Малышкин, с вами прощаюсь, чтобы встретиться вновь уже завтра в то же время. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин